Большевизм Чума большевизма, которая вышла только что, это очень краткое и максимально сжатое изложение того, чем был большевизм, когда он выплеснулся в русскую историю и уничтожил Российскую империю, величайшее явление мировой истории. Это как бы та навозная жижа, которая выползла из-под монумента, который построен был усилиями многих поколений и многих веков. И в связи с тем, что происходила перестройка исторического здания империи, традиционное общество превращалось в современное, народ облекался в нацию, становился политическим единством, в котором участвуют все. Люди не живут, как многие столетия жили крестьяне, просто повторяя ту жизнь, которая была завещана предками, а участвуя в ее изменениях и стремительных трансформациях, которые приходились на 20 век. И уже это начало происходить даже и в конце 19 века грезилось великое будущее, если бы не вот эти так называемые простые люди и разнообразные этнические меньшинства, которые почувствовали возможность поживиться за счет русского народа. Еще раз, это низы, низы не в смысле материальные, а низкие люди, которые называли черны, холопы и так далее. Люди холопьего звания и сумасшедшие разных этнических групп, в том числе и русской, не отменяем и того, что в антирусской революции участвовали русские люди, кто-то насильственным путем был мобилизован, кто-то по характеру и индивидуальному складу больше всего взыскал именно революционные жизни, может быть, стремился и со своей жизнью покончить, но также и покончить с жизнями других. То есть распался социальный порядок, бандитизм вылез на авансцену и объявил себя сущностью государственной системы. Ну и поэтому такая иллюстрация, это фотография довольно известная, распространенная, чекист целится прямо вам в лицо. И таких чекистов было много, здесь они перечислены. Книга эта является как бы продолжением, вот они парно так существуют, две эти книжки «Болота XX века» и «Чума большевизма». Они, наоборот у них тоже примерно такой одинаковый, и там, и там какая-то болотистая местность, тут вот утопший храм, какие-то птицы летят, а здесь какой-то там последний ковчег, тут скелеты черепа тащат и так далее, это вот, ну как бы так, визуальные цитаты, которые склеены вместе, получилась такая аппликация, кому интересно будет, рассмотрят. Вот, две книги, чем они объединены? Они объединены перекличкой эпох, современности нашей, которую мы видим вокруг себя, и 20-х годов XX века. Ну, скажем, «Чума большевизма» это скорее начало, то есть это конец десятых годов, начало 20-х годов, собственно, большевистская революция и начало большевистской власти. В этом году, кстати, 2022 год, мы будем, ну не мы, а они будут отмечать столетие создания СССР. Так вот, хочу вам сказать, что СССР сто лет назад не создан, не создан. И в этом можно убедиться, взяв стенограмму съезда, Всесоюзного съезда Советов первого. Просто посмотреть, что, да, там был некий документ, учредительный документ, который в дальнейшем нигде не фигурировал, декларация создания Союза СССР. Но этот документ был принят только за основу, то есть он не стал юридическим фактом, он не стал учреждением СССР. И об этом было сказано прямо, Фрунзе выступил, естественно, по поручению, и сказал, ну вот, теперь мы за основу все это приняли, теперь мы рассылаем это все в Союзные республики, для сбора поправок, для рекомендаций и так далее. Ну, они же прекрасно понимали, что в 22-м году никакого государства они создать не могли в принципе. Будет ли государство вообще, это под большим вопросом. Может, очень скоро надо будет разбегаться кто куда. Вот, поэтому они сделали так, что, ну а зачем им оформлять государственность, зачем им оформлять право и жить в правовом государстве, когда можно жить по беспределу, как они привыкли. Поэтому ничего они не создали. Книжка, как первая, так и вторая, кстати, обе вы можете заказать у меня, больше нигде вы не сможете их заказать в настоящий момент. Они созданы обе на основе брошюр Альфреда Розенберга. Альфред Розенберг известный политик германской, нацистской Германии, но в то время он был еще очень молодым человеком и был скорее публицистом, но публицистом-аналитиком. Не так, как сейчас публицисты, профессия изменилась радикальным образом. Те столетние давности, публицисты и нынешние, это как бы две противоположности, тут публицистика была аналитической. Это аналитика самая настоящая. То есть в 22-м году, 100 лет назад, вышла брошюра Розенберга «Чума в России», «Pest in the Rusland». И эта брошюра мной была переведена, насколько это возможно, непрофессиональному переводчику, поскольку я не могу ее публиковать под именем автора, то я сделал своего рода пересказ. Ну, соответственно, и этим пересказом поглощаются недостатки перевода. Какие-то детали лингвистики меня не очень волнуют, меня волнует фактура. Фактура передана, цифры многочисленные, которые там приводятся, факты, какие-то очерки о персонажах. Все это вошло в эту книжку, но брошюрка была 60 страниц, а эта книжка 280 страниц. То есть я фактически в материал, который послужил мне основой, добавил много чего еще. И поэтому из брошюры получилась книга. Добавил и о людях, и справочный материал о тех, кто упоминается, но современному читателю неизвестен. Добавил иллюстративный материал по всем большевистским лидерам, по жертвам чекистского режима и так далее. Здесь Веймарская Германия, здесь большевистская Россия. То есть вот как бы исторические одновременные события, которые происходили там и там. Скорее, Веймарская Германия – это торжество либерализма, либеральных идей, торжество в условиях полного разложения. Это очень похоже на современность. Но в этой современности у нас присутствует и местный большевизм. Это тоже вот 20-е годы, начиная с 18-го, кончая там где-то середины 20-х. Чудовищный террор. Чудовищный террор. Это то, что у нас сейчас, а это то, что возможно на смену придет. Потому что путинизм беременен большевизмом. Он и использует большевистские методы. И 22-й год, как я уже сказал, столетие якобы создания СССР. И монетный двор российский выпускает специальную медаль, которую рассылает всем желающим «Только оплатите отправку». То есть фактически засыпают вот этой памятной медалью, хотят засыпать всю страну. Это для чего делается. Реабилитация большевизма, реабилитация сталинизма, легализация издевательств над людьми, насилие. От этого один шажок до террора. По сути дела, политическая система полностью уничтожена, ее не существует. А воспроизведены те институты, которые были при советской власти. Однопартийная система, невыбираемый парламент, диктатор, который не уходит со своего поста, даже когда закон, принятый им же, закон, на котором он клялся его исполнять, требует от него уйти со своего поста. Это все воспроизведено, все элементы воспроизведены. Ну, только символы немножко другие, а люди абсолютно те же самые. И это гибель страны, мы же видим это. Многие видят просто по ценникам в магазинах. А так-то, в общем, рассыпано все, все институты, которые должны были укреплять государственность, все становятся средством его разрушения. Оглавление книги, ну, в общем, довольно понятно. Каждая тема затронута очень коротко, поскольку речь идет только о фактуре. В предисловии некоторая общая информация о количестве жертв. Разные есть цифры, они как-то обобщаются, обсуждаются. Примерно так делится 12 миллионов прямых жертв, или прямых потерь, и еще примерно столько же демографические потери. Вот чего стоила Большевистская революция и Красный террор. Мы не говорим о сталинском терроре, о голоде 30-х годов, о жертвах войны, которые были обусловлены в том числе и методами руководства сталинскими, а не только успехами или зверствами иной стороны. С этой стороны было все то же самое. Еще большой вопрос, с какой стороны зверств было больше. И далее идет короткое обсуждение, что такое марксизм, откуда он в России появился, что из себя представлял именно в российском варианте. Дальше по поводу русскости революции, которая, конечно, ни в коей мере не русская. Как победа большевиков отразилась на стране, что произошло с экономикой. Чуть позже там глава экономический крах. Затем вопрос, который всегда обходится, и поэтому искажается полностью вся историческая фактура, это еврейство в большевизме. Нельзя сказать, что это единственный фактор был, который воздействовал на ситуацию в стране, но это был существеннейший фактор. И когда историки просто игнорируют эту часть действительности в угоду всяким холокостерам, всяким извратителям истории, которые весь XX век у нас испортили, а, в принципе, и все предшествующие эпохи тоже извратили, получается не история, а выдумка. Выдумка, с одной стороны, прекрасно душная, а с другой стороны, перекладывание с больной головой на здоровую. Или на больную, но не до такой степени. Или удваивание этой болезни на чьей-то другой голове. То есть мы-то здесь все белые и пушистые, у нас за власть народа, за народовласть, это то, чего они, большевики, из низов очень хотят, народовласть. И вот эта вся трипология несется со всех сторон, как будто бы в этом может быть что-то хорошее. Вот большевизм, кровавая страница нашей истории. Об экономическом крахе здесь цифры приводятся достаточно подробно. Они скрываются, они нигде не публикуются. Вот, слава богу, Альфред Розенберг опубликовал то, что было именно тогда, то, что было доступно, он свободно читал на русском языке, эмигрантскую литературу, если ему попадалась большевистская литература. Все очень хорошо, он, по крайней мере, оценил, но мы знаем гораздо больше, поэтому вот все, что мы дополнительно знаем, а еще очень многое скрыто в архивах, которые перекрыты полностью и в ближайшее время открыты не будут. Вот мы дополнили эту реальность, которая известна была уже тогда, и хочу отметить, что аналитику было понятно, в общем, достаточному количеству информации, что из себя представляет большевизм. И было понятно, что западные, так называемые, демократии соучаствовали в создании большевизма. Не просто тайными своими какими-то операциями против Российской империи, но и прямым сотрудничеством, открытым сотрудничеством с большевиками после того, как они еще даже не выиграли гражданскую войну. Помощь была именно оказана большевикам. Разграбление России происходило тогда при соучастии, потому что эти грабили, а награбленное скупали зарубежные воротилы. И фактически сталинская индустриализация это была покупка индустрии, не создание ее, а покупка за счет продажи того, что принадлежало Российской империи и составляло национальное достояние. Дальше здесь о том, что такое Красная Армия, о положении рабочих и крестьян, о социальной ситуации. Всероссийский голод, об этом как-то вообще не принято говорить, о массовом голоде в период гражданской войны и после, и о миллионных жертвах голода и эпидемий. Затем о помощи России, которую начали оказывать, была ситуация, в которой западные страны могли оказать, у них был кризис перепроизводства, они могли оказать помощь, но большевики в конце концов от этой помощи отказались. И скорее им было лучше, пусть умрет несколько миллионов, но всем остальным впарить в голову, что построено самое прогрессивное общество, чего, конечно, и рядом не было. Очень важно это ЧК, чекисты, конечно, это страница самая чудовищная, которая вообще была в русской истории, самые чудовищные пытки, расстрелы, изуверства, все здесь в кратком изложении написано. Естественно, не сам я все это открыл, это опубликовано в тех работах, которые малоизвестны публике, вот, слава Богу, вышла книга Дмитрия Крайнего Идалища, большевизма, и там собрано многое, я сейчас ее показать сразу не смогу, но я использовал публикации Мельгунова, Латышева, Шамброва, Чевчевадзе, Америка, Ну и основа это вот Розенберг, который сохранил в своей брошюрке, сохранил ту информацию, которая была ему доступна в тот момент, а нами ниоткуда больше не может быть получена. Вот, и ну и выводы, перспективы, я не знаю, наугад можно прочесть чего-нибудь, я не знаю, ну вот что-то из того, что я описал. На возможность, даже обязанность зверских расправ указывает судьба участников раскрытого большевиками заговора под руководством инженера Алексеева. Арест 14 августа 2018 года участников готовящей восстание организации закончился для них трагично. В 2019 году белые эксгумировали захороненные тела. В сводке сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков номер 23 появилась следующая информация о членах организации инженера Алексеева. Царицын 5-6 июня проводились раскопки могил замученных и расстрелянных большевиками. Картина потрясающая, судорожно переплетенные руки и ноги, трупы найдены на полуоршинной глубине. По данным медицинской экспертизы, многие погребены заживо. На кладбище за кирпичным заводом обнаружено 63 трупа. Среди расстрелянных много офицеров, одна женщина, на квартире которой происходили собрания Алексеевцев. Часть Алексеевцев, видимо, оказалась на тех баржах, которые, как считают многие историки, были затоплены вместе с заключенными. В опубликованном 1 ноября 2018 года в известиях Царицынской губернской чрезвычайной комиссии списке расстрелянных за сентябрь-октябрь было 104 фамилии, в том числе инженера Алексеева, с сыновьями. Как всегда, эти данные не полны и занижают реальные масштабы расстрелов в несколько раз. Также в октябре 2018 года по приказу Сталина был целиком расстрелян 1-й крестьянский полк, после чего Сталин был отозван из Царицына. Даже для верховных большевиков это было слишком. В приказе Сталина войскам Царицынского фронта сказано, нагло шайка генералов и помещиков, гонят на Красный Царицын большие силы, наши славные дивизии, наши грозные броневые поезда, наша Красная Советская Армия стойко отражает генеральско-кадетские банды, но некоторые части из крестьянского полка перешли на сторону врагов народа, предатели не достигли цели и были уничтожены перекрестным огнем нашим и кадетским, не поверившим подлости вот так и написано, не поверившим подлости предателей и открывшим по ним стрельбу. Имущество предателей будет конфисковано в пользу деревенской бедноты, вечный позор, изменникам, слава, неустрашимым красным бойцам. Расстрел был поручен красным командирам Якимовичу и Тершуковичу. Благодаря сохранившемуся в архивах письму последнего Сталина в 1927 год, нам известно об этом обстоятельстве скрытым советскими историографами и частильщиками архивов. Вот, ну, просто фрагментик такой прочитал, достаточно случайный. Вы можете заказывать эту книгу. Нам всем, конечно, нужно сосредотачиваться на том, чтобы изгонять из своих мозгов большевизм, желательно изгнать большевизм из власти. Не знаю, получится ли это при этом состоянии общества, которое сегодня имеется. Может быть, нам придется пережить еще один кровавый потоп, и после этого, что останется от России, трудно представить. Самое страшное, это, конечно, смыкание нынешней воровской олигархии и большевизма низового тех людей, которым, собственно, и поручат расстрелы, издевательства, пытки, они на это с большим удовольствием пойдут, потому что это сущность вот этого холопьего звания. Люди, которые ходят с красными флагами, с серпом и молотом, с портретами Сталина, которые проклинают всех вокруг, кто не приемлет вот этого Сталинобесия, конечно, готовы на все. Они готовы на все, точно так же, как и этнические банды, которые подготовлены, приготовлены как эскадроны смерти для массового уничтожения людей, если олигархи это потребуется. Но у них есть вот эти союзники интернационалисты, сталинисты, которые, конечно, не читали ничего вообще ни о чем, ни Сталина, ни Ленина, ни Маркса. Это им совершенно не нужно, им достаточно, что есть некий символический капитал, который они используют для того, чтобы обосновать свое живодерство. Это как бы вот готовые уголовники, готовые. Конечно, при национальной власти они должны быть загнаны в подполье или за колючую проволоку. Я надеюсь, что это произойдет. При русской власти не будет ни олигархии, ни вот этих низовых живодеров, которые будут выявлены на ранней стадии, и их жизнь будет построена так, чтобы они не смогли со своими деструктивными установками развернуться. Слава Руси! Господи спаси! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова